Ленина 128 – магазин крупной торговой сети. По словам череповчан, с крыши именно этого здания на днях упала сосулька и чуть не убила подростка. Внуку по попе попало, а девчонку отшвырнуло, так она со мной прижалась. Вот в ту субботу или воскресенье такая история была. Конечно, надо сбивать их. Следить за состоянием кровли магазинов должны руководители торговой точки, говорят в мэрии. За неисполнение обязательств предпринимателям грозят крупные штрафы. Как рассказали нам сотрудники продовольственного магазина, каждое утро к ним приходит дворник и сбивает ледяные глыбы с крыши. А что касается магазина инструментов, который находится по соседству, там сосульки убрать еще не успели. Устранить это нарушение сотрудники планируют в течение дня. Несколько недель назад наледь упала на голову 40-летнему мужчине. Он обратился в травмпункт. Медикам он рассказал, что шел мимо телевышки на улице Ломоносова. По словам врачей, у пострадавшего была небольшая рана. Его осмотрели, оказали помощь и отправили домой. Как сообщили нам специалисты череповецкого филиала Вологодского радиотелецентра, сбить ледяные глыбы с телевышки очень трудно. Поэтому череповчан просят быть внимательными. Так говорят и жителям пятиэтажек на улице Ленина сотрудники управляющих компаний, которые, судя по всему, не в силах выполнять свои обязанности. Эти сосульки на крыше 165-го дома висят уже несколько дней, жалуются жильцы. Вот висят и деревья скоро попадают. Сосульки пока не верю, чтобы убирали. А так убирается, трактор ездит. Работу управляющих компаний проверяют специалисты управления административных отношений. Артур Лубошников каждый день обходит почти 100 домов. Вместе с коллегой он фиксирует все нарушения. Смотрим не только на сосульки, мы осматриваем козырьки подъездов, мы осматриваем очистку придомовой территории, то есть как бы обработку противогололедными материалами подъездов и входов в здание. Мы своим коллегами обойдем сейчас все с дома. Если мы выявим нарушение, мы сфотографируем. После этого мы отзваниваемся своему руководству и сразу же еще до оформления соответствующих документов, мы переселяем дома, на которые необходимо направить представление по уборке сосулек. Чтобы устранить нарушения, управляющие компании дают один день. Если за это время коммунальщики не справились, специалисты вынуждены выписать протокол. Образование сосулек и время реагирования очень ограничено. То есть в течение часа они должны уже оградить территорию, для того чтобы люди могли видеть, где безопасный проход, где нет. Ну и в течение дня они должны их убрать. За минувшую неделю сотрудники мэрии выявили почти 500 нарушений в работе управляющих компаний и ТСЖ. Возбуждено 48 дел об административном правонарушении. Коммунальщикам придется заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Татьяна Жданова, Игорь Плюснин, новости.